Дорогие дамы и господа, сегодня мы чествуем одну из самых значительных фигур в истории якутского национального музыкального искусства, первого профессионального хормесера Якутии, известного музыкального и общественного деятеля Республики, заслуженную артистку РСФСР, народную артистку ИАССР, многоуважаемую нами, дорогую, нашу, любимую Февронию Алексеевну Байшеву. С ее именем связаны многие-многие достижения национальной музыкальной культуры. Вот уже более 60 лет она служит хоровому искусству. Так поклонимся же ей строительнице хоровой культуры Якутии. Поздравляем! 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 Бог любит вас, он бережет жалей, ведет к жизни 90 лет. Он через вас добро и мудрость силит, и в этот мир несет свой добрый свет. Так пусть же руку вашу не отпустит, Господь еще хотя в десяток и от двух лет. Пусть будет радость и не будет грусти, а мы вас искренне поздравляем. Здоровье пусть в пути не подкачает, крепчает тело разуму подстать, и только радость в сердце проникает, что новые вершины покоряются. Сегодня, дорогие наши гости, состоится открытие выставки и презентация нашего музейного видеокспоната, который посвящен нашей любимой Февроне Алексеевне Байшевой «Тернистый путь к волшебным звукам». Мы хотим выразить огромную благодарность в содействии при создании нашего фильма, конечно же, Февроне Алексеевне Байшевой, а также сотрудникам Госкинохранилища и Музею Государственного театра оперы и балета, и, конечно же, которые уже не единожды раз нас выручают и служают в нас фото-видеопатериалами, что позволяет поделиться на дальнейшее сотрудничество. Но перед показом позвольте предоставить слово заместителю министра культуры нашей республики Владиславу Валерьевичу Левочкову. Уважаемая Феврония Алексеевна, разрешите от имени Министерства культуры и духовного развития республики поприветствовать вас, поздряясь почетным возрастом, поклониться вам. Я хочу получить эти цветы от нашего коллектива. Вы работали у нас в министерстве, вы являетесь моей предшественницей. И, да, это очень для меня почетно, быть сегодня здесь, на этой презентации, увидеть одним из первых эту экспозицию, этот фильм. И, действительно, ваша жизнь, ваша личность – это неотъемлемая и очень важная часть музыкального искусства нашей республики. Мне очень приятно сказать славу и благодарности вам, как человеку, действительно прожившему такую долгую, насыщенную, плодотворную жизнь, и как человек, который сформировал сегодняшнее музыкальное искусство нашей Якутии. Именно благодаря вашим достижениям вы стоите в ряду легендарных наших женщин, музыкальных руководителей, Далины Михайловны, Далины Константиновны, вот и юбиляров, которые сегодня здесь тоже есть, в нашем зале, которые являются вашими коллегами, соратниками. И это, действительно, такой неоценимый вклад вашего поколения, поколения, которое создало основу для всех достижений музыкальных искусств, которые мы сегодня видим в нашей республике. Большое вам спасибо за то, что вы, вот, дожив до такого святого возраста, продолжаете очень активно участвовать в пропагандировании музыкального искусства, в популяризации его, и сейчас уже ведете работу, издаете диски, мы вместе с вами консультируемся по книгам, поэтому, действительно, это очень такая... Конечно, мы все хотели бы быть похожими на вас, дожить тоже до вашего возраста, приносить пользу родной республике, и только благодаря вот своим способностям, своему таланту и своим человеческим уникальным качествам действительно это возможно. Мы знаем вас как очень доброго, такого, отзывчивого человека. Я, к сожалению, не общался с вами лично, но через вот коллег я знаю о том, что вы очень скромный человек, очень... и оборудительный к себе, очень простой, и очень трудолюбивый, конечно, нетрудолюбивым людям, нет места в музыкальном искусстве. Большое вам спасибо, и долгих-долгих вам лет. У нас еще куча мероприятий до конца года, и мы сейчас готовимся, ну, вот к торжественному мероприятию, который уходит в театре «Убер-балета». Конечно, ну, спасибо вам большое за то, что вы делаете это для нас, и за то, что вы продолжаете дарить любовь к музыкальному искусству. Спасибо. Представлю слово хозяйке нашего музея, которая в течение многих-многих лет в университете назвала вас тетей Феник, нашей Алиси Троня-Решетковой. И не даром он достался, этот дар вам, потому что вы заслужили великую труженицу. Вы понимаете, вот с хором работать и с оркестром, вот если сравнить, то с оркестром очень значительно вот так, кстати, сидят люди, которые окончили консерваторию, училище. И стоит только взмахнуть, очень грамотные музыканты, стоит взмахнуть руками, они сразу с места начинают уже играть эту партитуру, которую вот они исполняют. А Ферония Ксенна всю жизнь работала с непрофессиональными сельскими хорами, потом у нее хор тоже был. Мало кто умел читать с листа, она и учила все это делать. И он всегда был маленьким. Всю жизнь Ферония Ксена боролась за то, что прошили этот хор. Понимаете, 25 человек, это что такое, да, вот здесь сидят композиторы, но она выжимала из них, из этих голосов, 25 человек, правда, еще, может быть, на большие мероприятия еще очень много там объединялось, но все их оратории, все их кантаты, их хоровые произведения исполнялись моментально тут же, еще не просыхали чернила от подправок, а они уже исполнялись, репетировали. Какой счастливый период был, вообще, оказывается, у наших композиторов, которые с закрытием оркестры и хора, конечно же, это сразу почувствовали. И если оркестр сейчас есть в филармонии, да, благодаря деятельности Высшей школы музыки, мы раньше никогда даже и не мечтали, ведь, да, они все об оркестре. Ну, один человек в Московской консерватории учится, два человека там, в Новосибирске учатся, в Санкт-Петербурге один-два человека. Когда они кончат, когда они заполняют все эти места в оркестре, это всегда было, ну, мечтой какой-то несбыточной. Но с появлением Высшей школы музыки у нас теперь заполнились все места в оркестре, одном, другом. То есть, и мы теперь, в общем-то, кое-что высказали в нашем фильме пожелания. И вот, и чтобы мы создаем вот эти наши видеоуроки для того, чтобы ходить с ними в школы, ездить в Булусы, и вот чтобы они увидели Вас и чувствовали наше отношение к Вам вот через все вот те слова какие-то. Вот, и, значит, я думаю, что находясь с Вами 71-го года, а так, в пяти лет, в 50-го года, я уже рядом, вернее, как зрительница, потом, ну, училась там в Сен-Ша, вот. Я свидетельствую о том, что Феврония Великимовна, у нее была очень нелегкая жизнь. Во-первых, вы сами почувствуете это, когда она будет рассказывать свои географии. А во-вторых, у нее было самое здоровье всегда. Но человек, который боролся за свою профессию, за свое здоровье, а она должна быть здоровой, чтобы руководить это целым коллективом. И вот она, режим дня, или что, в общем, секретов каких-то много, видимо, вот так сказать, у долголетия. И это и режим дня, конечно. Человек каждый день нарядку делает, каждый день обязательно гуляет. Вот я не всегда, она меня зовет, но я вот не всегда могу. В общем, и никогда никому не завидует. Это вот человек удивительной мудрости, какой-то, знаете, сверху пришедший к ней с каким-то глубоко национальным характером, спокойным, выдержанным. К тому же, если надо будет, она добьется всего, вот этого нюанса, вот этого, значит, всего. И, значит, Феврони пришла и Фера Макарна Кузьмина. Это дочка Ивановны Игоровой, и вот она, и вот, которую очень ждала Феврони Алексеевна. И вот сейчас мы посмотрим наш первый фильм о Феврони Алексеевне, наш видеоурок, с которым, и вот на будущий год у нас еще один будет видеоурок сделан к столетию Солженицына о Гарри Годовиче Твердштейне. С одной стороны, большому другу, с другой стороны, как бы ученику. Это тот литовский переселенец, который, значит, работал, работая в поле Феврони Алексеевне, там и большая личная дружба. И вот о нем мы приготовим с помощью, значит, и Феврони Алексеевне, и литовских друзей этот фильм наш. И, значит, у нас еще наше сегодняшнее мероприятие первое в ряду вот юбилейных. Уже Борислав Владимирович сказал, что 31-го в театре оперном будет фестиваль хоровой, да, в честь 90-летия Феврони Алексеевны Барышевой. А сегодня мы присутствуем на презентации нашего фильма. Вот здесь сидят участники этих съемок, кое-кто. И вот мы очень все волнуемся, на ваш суд мы отдаем наше детище, которое повезем по школам. А за госпитания была Мария Корнилова. И главный научный наш руководитель, консультант, конечно же, наша любимая, неповторимая, Ализа Решетикова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ага, сейчас Феврония Алексеевна. Ну что ж, в результате, по-моему, совсем неплохая картина получилась. Ну что ж, это большой труд. Я вас замучила, и вы меня тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вообще, действительно, это такой путь, пройденный был. Где-то со слезами, где-то со смехом, где-то с радостью, где-то с печалью. Но я очень рада, что я прошла все-таки вот такой путь. АПЛОДИСМЕНТЫ Я рада, что я якунская, что я родилась на этом, на этой земле, которую я просто обожаю. Правда, это холодная, очень мне теплая, иногда вое, сыровая, да, всегда я любила. Были возможности, вот куда ехать? Нет, Аликутия для меня, для меня был это рай. Удивительно. Так все, я тоже желаю всем вашим детям, так все детей своих настраивайте, что они любили свою родину и служили вот на этой земле и для этого народа, чтобы она стала богатой, красивой и, как бы сказать, ну, известной для всего мира. Поскольку, вот, видите, вот всякие у меня были съемки, я была в консерватории арт. И вот, Якутия для них была где-то на луне. Никто не знал, москвичи совсем плохо знали. И, знаете, вот так, получалось, что, ну, в общем, вот снимали меня, показывали, вот, значит, это политика такой Советского Союза, да, вот, малый народ, где-то из севера, и кто-то учится, вот так помогать надо. Вот тогда я, значит, честно говоря, я корреспондента просто не любила. И фотокорреспондентов, корреспонденток и таких, ну, корреспондентных, журналистов. И вот, но вот нам было обидно, очень, что никто не знает, москвичи не знают, что наши будут. Одна-то, вы знаете, что ехали после концерта Сергея Яковлевича Легушева, когда у него был в жоп возрасте сольный концерт в Большом зале консерватории. Я обожала его консерваторию. В то время он уже не был солистом Большого театра, он преподавал в консерватории. И всегда мы часто видели красавца, такого благородного, и на сапраде партия, я тогда была кандидатом, тоже членом Битна был партии и выступал, и таким красивым поющим голосом. Просто мы восхищались. И вот был концерт, мы пошли, возможно, кто-то знает, Семен Лориона был у нас еще певец, который кончил Гнесинское училище, он пел здесь, многие помнят, он провел в молодом возрасте укол жизни. И Мадес скрипач, он тоже учился в этом Гнесинском училище. Вот мы троем пошли. Он первое в отделении пел в классическом произведении. Ну, уже не знаю, сколько ему, за 60, наверное. И вот народные песни. Удивительно, просто народный был, можно сказать. Поклонницы молоденькие, прям чуть-чуть, с балкона не падали. Вот так, все хлопали, сверху, вниз. И вот когда он выходил со сцены, вернее, из залу большого после концерта, у центрального подъезда стояла машина. Все побежали сюда, потому что он, наверное, сюда сядет. Оказался, у него рабочего, у него другая машина. И вот они вышли с женой Масленниковой, Ирина Масленниковой. И вот у нас побежал семен Лавьева, а мы с Модестом стояли в каком-то вот таком высоком бустыке, боялись. Много, очень много набралось, особенно молодежь, потому что они немножко беспондонные. И вот он побежал, и его чуть не задавили. Двери открыть не давали, а Масленникова сидела сзади, потом у них занавеска была, потом они выпрыгнули, посмотрели. Вот такие светилы учили, вот много консерватории мы просто видели его там, и теперь такое, он вообще в то время был режиссером, художественным руководителем оперной студии консерватории. Вот он уже в возрасте, я не знаю, много, наверное, было. А мы, хабмистера, имели счастье, у нас пассивная практика называлась. Мы в Большом театре просто за кулисой стояли, как работают хабмистера, и потом как интересно, там вон заново большой, и тут с краю подставка, и модная подставка, и хабмистеры стоят, и дырка в занавесе, потому что держишь подставка, и смотрят, и знают, кто на сцене много народу, это очень далеко стоят, и вот даешь, значит, подачи называется. И вот в этот вечер вдруг оказалось, док Евгений не вышел, не вышел, петь Ленского. Я думаю, Господь, я же видел, живем в жизни. И знаете, со сцены вышел вот тут такой молодой, красивый мужчина, просто удивительно, и так, уж удивительно пел. И вот когда Антракте, в Кополе он выходил, занавес открывал, клавался, потом сюда выходил, вот тут рабочие убирали, сцену уже вот так вытирали, он с ним разговаривал, они говорят, о, сегодня у нас Сергей Яковлевич, так, прописка вроде нечего. Так, вот я тогда поняла, как они любили, просто удивительно. Потом я однажды решила посмотреть, что за сцены, что за сцены, потому что все двигается, крутится, можно туда-сюда, и этот, а там целая фабрика, завод, чего только не было, и там сидит женщина, которая держит видно. Вот антракты я полгодила, и вот, она как-то так вот именно, она тоже блаща, все, что сегодня всегда распряжкает, и она вдруг мне рассказывает, год войны, какой он, он никуда не выезжал, он пел, война шла, бомбежки, все, курбом тут, он оставался и пел, пел, театры, вот все, бойца, уходящих на фронт, уходящих с фронта, и она почему-то не очень добро отзывалась о Козловском, как-то так он вроде будет запотопоить, дерзко, как-то так, правда, он был непростой, и вот, но Козловская я тоже слушала в большом зале концернаторе, это, конечно, полный удивительный сценар, но действует это, как-то иногда мы называли музыканты, там, особенные певцы и композиторы молодые говорят, кем ищет, кем ищет, я помню, одна-то каким-то образом в шестом ряду оказалась в квартире, и вот я иногда вот так, до такой стили, пиани, с такой, что я вот так слушала, как-то так стул, не так он стоял, пел на стул, значит, капитал иногда, кто-то там аккомпанировал, но потом иногда так поддавал, что вообще просто вот стой и падает, вот, вот таких светильов и будет. Я много, просто я счастливый человек оказалась в те годы все светил в большом театре, это удивительно, Михайлов, вот это, Глебонта, вот я уже взяла двоих, очень много, очень много, наши консерваторские кончали, там работали, пельцы, в общем, видели, слушали, такое время Уланова видела, Бресецкую видела, вот с Бресецкой мы попросим румы одногодки, румы в ноябре будет, видимо, стыб. Вот, и потом в чисток драму, прекрасных, известных, Тарасову, в общем, очень, это очень счастливое время, действительно, такие большие, артисты светили, и я хочу вам сказать, вы, конечно, все люди, любящие музыку, я уверена, любящие, любящие, это музыкальное, вообще, литературное произведение, и драматчистское, а вот вашим детям постарайтесь, и внукам, все-таки воспитать, это великое дело, просто удивительно, так, может, потому я, вот так, до сих пор, перед вами стою, в Балтаре, потому что она очищает, она укрепляет, она успокаивает, в общем, она все дает силу, хотя, особенно, вот, конечно, поскольку я поклончик, любитель Сахарового, что-то, вот, когда поют, это значит, большой, даже, вот, я сегодня слушаю, это не большой ход, но удивительный, это просто, я не знаю, летаешь, и вообще, защищенная себя чувствуешь, ты чувствуешь себя, очень сильно, любите, и воспитайте, чтобы все это любили, потому что это очень, такое, демократичное искусство, массовое искусство, объединяющее, все, в единый, как говорится, идею, и любовь, вот так, всем вам нравятся, здоровые, радости, но, честно, между нами говоря, такой вот, как я сейчас, тяжеловато, вот, я помню детство, говорили, пожилые, когда маленький ребенок, у меня, вот, братья, вот это, я к племянникам всегда ухаживала, приходила, слома, чем как, и они плачут, плачут, и старшие говорят, вообще, так, повода, повода, ну, вот, была, это, гильда, он, убирать не была, или, и, вот, я, сперплинула, вот, они говорили, значит, иди, можно тоже связывать, который, пишет все, и, вот, уходящий дом, вообще связь, просто меняет, командует мною, я, немножко, иногда, убиваясь, очень зависим, сосуды, головного мозга, сужены, вот, какая-то густая, стало плохо, течет, и плохо слышишь, плохо видишь, но, все-таки, я медицине, очень благодарна, потому, что, благодаря, медицине, я, ладно, сейчас, что-то, читаю, и, ушами, правда, вот, последние два года, мучаясь, в жире, когда я лежала, больница, лечила, ужасно, очень тяжело, и больные там были, вот, Иван Гогарев, книгу издаван, что я, не помню, сейчас, я, помню, скажу, он лежал, и он ухуджил, и там, не с ним, там, и была, и вот, и, в общем, все, жизнь, конечно, хорошая штука, и, вот, сегодня, меня не встраивает, что? Не встраивает, то, что все, я не скажу, это о вас, конечно, будет, где-ли, наверное, это, где-нибудь отнашло, ну, что сейчас, аптемистически, деньги, 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 и деньги, да, а венгене, жизнь плохая, и, не говорите, никуда говори, швани пели, свадьки, песни, мне это видно, правда, но это, все-таки, это не главное, это совсем не главное, я прошла, довоенный период, и в военный период, и поздно, вот этот, вот этот, вот этот, восстановительный период, и сейчас живу, только на пенсии, и, скажу, что, я просто ненавижу, и, как-то, вот, я вам даю, сколько угодно своим, это, что у них не хватает, не надо, как-то, вот, другое, вот, искусство оцените, пожалуйста, вот, волнует, конечно, меня, то, что в Украине, делается, что в Сирии, делается, в общем, это, мне, абсолютно, все надо, мне говорят, не смотрите, не узнуйте, если, сосуды плохие, ну, это, ну, будьте здоровы, счастливы, я, очень рада, что вы сегодня, вот, перешли, заинтересовались, я очень рада, спасибо, все-таки, по-моему, неплохая, со всеми. Главное, что есть, и вам понравилось. Да, в том, в прошлом году, когда, я даже, абсолютно, не помню, я умрала, что-то вы сразу не проверили, это, да, молодцы, это такой труд, да, это очень сложно, конечно, да, и вот, ну, что, всего доброго, спасибо, 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 Спасибо. 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 Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Так что мы уже люди действительно так вот Вот как-то знаете, мне даже страшно подумать сколько нам лет Но мне кажется пока вы есть, вот пока была Галина Михайловна, как-то мы все это вроде как в девочках немножко ходим И да, и все время вот наше все наше детство прошло за кулисами вот этого нашего театра И фотографии осталось, и я, например, и святое место, ну, наверное, святое как-то это я не знаю, но вот всех помню, потому что действительно все наше детство прошло, значит, за кулисами этого театра Ой, ну что сказать, действительно такая жизнь прожита, большая вроде бы, да И в то же время, кажется, в общем-то 90 тоже не страшно Так что можно жить, жить, работать, трудиться Ну что можно сказать, что можно сказать Конечно, вся жизнь Феде Алексеевны практически прошла на наши глаза Начиная с 50-х годов, особенно 60-х, потом Таня появилась и так далее И, конечно, ну что можно сказать-то, что можно пожелать Пожелать только здоровья Потому что все остальное, оно как-то Ну оно, в общем-то, вы знаете, вы такой человек оказались Знаете, прямо как стержень, вот какой-то, знаете, с таким Поэтому, вот только чтобы здоровье было Ну а там немножко недослышим, немножко, то все, это все детали Знаете, у каждого возраста есть свои какие-то эти, такие вот небольшие особенности, да И, в общем-то, конечно, действительно, вот сто лет маме Даже, знаете, не верится сто лет, вроде бы, да Ну там как-то, я помню, вот в Москве вот тогда учились И это вообще такой 50-е годы И вот один год, мне просто повезло, что я училась Вместе там Марфа Ивановна была, мама была и я Там училась один год И действительно, такие люди как-то собирались Все были, жили бедно Все там, значит, спали на одной кровати Были такие коммунальные эти Ну как-то все собирались Вот Дмитрий Копырин там были, вот эти все Татьяна Ивановна была в это время И вообще вот вся эта вот, вот все, что было в 50-е, 60-е, 70-е годы Это просто, знаете, ну как-то история Это как, вроде, как наша жизнь была, да, Элиса? Вот скажи, все это было, ну, что Элиса в Москве училась В Москве жила с детства А я-то всю жизнь здесь, поэтому абсолютно все прошло Я помню всех, и Шароева, который ставил этот самый И, ну, всех актеров, которые были в это время Ну, а Полина Константиновна, все это уже Помню Риту Юрьевну, которая, значит, была, да Которая играла... Рита Юрьевна была она, да? Какие именили? Нет, пианистка была, пунтка маленькая Этот наш радиокомитет, да, 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 радиокомитет все Поэтому, знаете, жизнь Фенины Алексеевны, которую сегодня так вот действительно очень хорошо изложили Она действительно оказалась как бы, ну, в общем-то и наша, сопричастна с нашей жизнью Так что есть что вспомнить, есть что пожелать Так что я очень рада, Фенин Алексеевна, что я успела хоть сегодня А то каждый раз все юбилеи кончаются у нас, проходятся без нас И мы поэтому сегодня решили вот тоже, значит, вот поздравить вас от нашей семьи И пожелать всего самого хорошего, но вы знаете, я сейчас от деньги никогда не были... Добрый вечер, замечательный вечер, замечательных днями Низкий поклон, Ферония Алексеевна, именно ваше поколение Заложили капитальный фундамент развития совершенно классического музыкального искусства И низкий поклон, и желаем вам от имени моей семьи Петр Никифорович, берет передать, я не передать не могу Он очень вас любит, гордится Это, мы с маячком, дирь, ага Преклоняется перед вашим талантом И буквально, вот, Алиса Петровна мне вчера сказала Вот такое мероприятие будет делать В честь Ферония Алексеевна И Петру Никифоровичу я сказала об этом А он прямо за вчерашних дня, по сегодняшний день Когда я вот была дома Он все время воспоминания Это Джабулгадир Джабулгавридиджи бутынгдир Нагаджу и токсаны бутынгдир Он был в Джабулгага Байжафтар Киров, Холкоска, байжафтар И его фирмония Алексеевна И нет, он токсаны, ага, токсаны Нагаджу и токсаны Нагаджу и токсаны бутынгдир Вот, и он их очень уважает И большую семью Он керсил Гордах Улакан-Гуглазского Улевиллера дедник Федор байжафтар Ага Это было очень много григорийов, которые есть в Голлебахидах. Я в том числе, когда из Европы и в Солёгахсу, я до своей первой страны была молодой государеждой в Сомалии. И они были написаны, кто-нибудь живет. И они были написаны, что это было первым. Потому что они были пополам в этом году. У меня есть профессионалы, профессионалы и фестивали. В больших олимпиадах и фестивалях у меня хоро, 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 хоро. У меня тоже есть воспоминания. Это очень красиво. У меня есть женщины. У меня есть воспоминания. У меня есть воспоминания. И слава Богу, у нас очень хорошие воспоминания. Петр Никитович очень привык всегда преклоняться перед хорошими людьми. А мне судьбе повезло, что я именно работала именно в то время, когда были вот такие калифеи. Это их просто... Вот сегодня их всех назвали. Это, во-первых, мои педагоги, мой первый учитель здесь, в педучилище, Костин Андрей Филиппович. Начиная от этого, потом продолжение в консерватории, музыкальном училище в Москве. Далее уже работа в театре, в музыкально-драматическом театре, потом в музыкальном театре, потом в театре оперы и балета. Почему-то мне везло, не знаю, меня окружали. Мой хороший коллектив театров назван, да, когда функционировались под таким названием. И мои замечательные коллеги, все голосистые, мы были молоды, мы верили в себя, а не Яковлева. Потом появляется вот эта молодежь Иван Степанов. Мы думали, все в наших силах. Такие классические оперы русской классики, зарубежной классики и гудской классики. Ну, вы все прекрасно знаете, какие спектакли мы ставили. И я особенно всегда благодарна Анне Ивановне. Мой дебют состоялся именно под ее руководством. Первая моя оперная партия Ольга Евгения Меденевича Коскова. Это я никогда не забуду. Это было в конце 60-х. Ну, и с тех пор вот мы создавались с моими коллегами. А какие замечательные у нас певцы были. Матвей Лобанов, да. Надежда Шепилева. Анастасия Улыдкина. Ну, и так далее. Потом уже мои ровесники, ну, чуть старше. Но мы вместе начали в одно время работать. Это Мария Николаева, Ая Яковлева. Позже вот эти друзья младших, которые Семен Аконечников. Бас наш драгоценнейший Иван Степанов. В общем, все голоса в оперных спектаклях. Есть там сапрано, бас, баритон, тенор, баритон самсонов. В общем, и я, и мы думаем, что мы будем петь всю классику. Что мы их делали? Нам доверяли, нам помогали всегда вот наши кольфеи добрым словом. Я вот удивляюсь, какие они были все добрые. Они какие были доброжелательные. Такие они были фанаты искусства. Калинард советует. Еще иногда Глахарию я вспоминаю с благодарностью. Полину Константиновну. Когда я работала вообще в театре, но на радио меня приглашали очень часто. Галина Михайловна. Я там моду пела. Пела кантата, оратория. Вот Ксенофонтов здесь сидел, да. Приглашали Полину Константиновну. Я пела много вот таких партий. Монооперу мы исполняли там же вот в радиокомитете. И даже мы сделали телевизионный вариант монооперы. Записывали мы целую оперу. Гумботу опять же с коллективом телевидения. Записали мы якутские оперы. Колыбельная Захара Степанова. В общем так вот как-то параллельно работали. Мы все были как-то объединены. Нас было очень мало, но мы были все молоды. Все верили в себя. Ну, мы по возможности исполняли. Пропагандировали. С Ализой Петровной мы ездили по районам. Сольными творческими концертами. Везде. И в Ленинград. В зале имени Глинки. В концертном зале. В Бурятии. Да. В Бурятии. В Бурятии у нас гастроли были. Это уже вот такие сольные концерты. В общем, были очень шустрые. Очень много работали. Я вообще удивляюсь, как можно было столько трудиться. Оказывается, можно. Можно. Но потому что это молодость. Потому что заложили фундамент. Научили. Мы учились именно вот у таких кольфеев. Мы знали, что они преданные. Они являются нашими учителями. И мы должны быть достойными. И по сей день стараемся. Хотя тоже в 80-е годы. Но ничего. Но замечательно. Вот мы будем брать пример от Февронии Алексеевны тоже. Наверное, там и спорт, и индия. Конечно, но время идет. У каждого, конечно, каждый по-своему. Ну, как Земфира Макарана сказала. Ну, есть вот у каждого человека. Что вы сказали? Ну, такие вот моменты. Уже не помню. Особенности. Да. Особенности. Но что делать? Жалко. Жалко. Есть такие. Но надежда умирает последней. В общем, мы надеемся, что будем жить долго. И мы верим, что Феврония Алексеевна будет всегда с нами. Будет жить долго. Улыбаться так мило. Очень обаятельный, обаятельный человек. Когда издалека видишь, прямо все вокруг светится. Около Февронии Алексеевны. Да пусть будет так. И сияет и все. Всех. Желаю я вам всех творческих успехов, радости, умиротворения. И творческих успехов. О, Татьяна там склонна сидит. Добрый вечер давно не видела. Степанова. Ага. Я всем вам желаю здоровья. Главное здоровья. Ну, что делать? Здоровья, видимо, уже индивидуально Бог как даст, что даст, сколько даст. Но будем жить и бороться. За светлое будущее, за здоровье. Я надеюсь, победа будет за нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Суровинцы, Манава Павловна, вот наша книга. Вот Пётр Микифорович Тугуна. И там книги, диски немножко чуть-чуть. Часы досуга посмотрите, послушайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вану здоровья. Спасибо. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не думаю, что я не знаю как в этом году. Есть одно из моих ростов. Они думают о том, что они люди, и не могут написать. Они являются красивой рост. Они являются красивые рост. Если это дождь, то это хорошо. Мы должны с тобой искать, и я часто рада. Мы хотели обозвать о том, что они были в коре. Я бы сказал, что вы все16 00-�К, Я хочу предоставить слово директору дирекции радиовещания НКСХ Максиму Викторовичу Березину. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...